Рога надо вниз. Ну, у рога немножко сильнее. Да, здравствуйте. Начинаю испытательное видео по тележке, которая родилась на фоне дефицита резиновых колес. Мы же давно работаем, и очень много уже продали этих колес для лодок. А вот каким образом их использовать еще в быту? Потому что это очень уж специфичная вещь. А денег стоят вполне прилично эти трансовые колеса. Получается так, что можно, имея только трансовые колеса, получить еще тележку для мотора, тележку для шкуры лодки. Ну, и вообще, на все случаи жизни получаются эти колеса. Даже вот если есть газовый баллон, или там, как пошутили соседи, бабушка, бабушку тоже можно посадить на эту тележку. И с радостью катать. Но у нас бабушек пока нет. Поэтому сто есть. Вот мы посадили моторчик. Моторчик, хоть и небольшой, но все равно неудобный и тяжелый. Тяжелый. Вот. Что еще хорошего рассказать? Как она устроена? Да тут, наверное, и так все видно. Очень бы хотелось в комментариях услышать, что можно улучшить в этой телеге. Все, возьми сюда, дошли арматуру. Вот такая арматура в девятке. Раз, пайс. Пока в голову ничего не идет. Конечно, сразу хочется указать на то, что сюда маленькое колесико, чтобы удобно было шкуру лодки закатывать в машину. Но смотрите, что получается. Анатон, помоги одно колесо открутить. Вау! И смотрите-ка, раз, уже можно без всяких маленьких колесиков шкуру лодки закатить в машину. Да. А почему нет? Мотор, конечно, четырехтактный нельзя в таком виде закатывать, потому что масло попадет в канавке поршней и начнет стекать неизвестно куда. А двухтактный мотор прекрасным образом можно тоже было бы закатывать на таких колесах. Ну, спасибо за внимание. Очень рад, что вы досмотрели до конца. До свидания. До свидания.